Здравствуйте! Вы смотрите интервью в студии Ян Ермешов. По оценкам специалистов, за прошедший год количество сделок на рынке недвижимости упало почти в два раза. Ну, почти на 50%. Уже сейчас, к началу этого года, стоимость квартир и на первичном и вторичном рынке тоже снизилась. Как дальше будет развиваться рынок недвижимости? Что сейчас с ипотекой? Что сейчас с ценами? Ждать ли еще дальнейшего снижения цен? Вот об этом мы будем говорить с моим сегодняшним гостем, с Алексеем Логутином, директором одного из крупнейших религиозных агентств в Косноярске. Алексей, здравствуйте! Добрый день! Ну, то есть, примерно цифры, они вот в таком порядке, да, где-то на 50%, да? А насколько примерно упала стоимость квартир? Стоимость жилья за прошлый год в зависимости от квартир, в зависимости от того, какую квартиру мы рассматриваем, упала от 6 до 23-24% по нашей аналитике. Ну, например, а почему такая разница? В чем она заключается? Вы знаете, есть районы, например, мы ориентируемся по 10 квартирам. То есть, мы не берем среднюю стоимость жилья, мы берем 10 квартир в городе Красноярске, которые анализируем на протяжении порядка там уже по 7-8 лет. Так вот, например, на Копылово двухкомнатные квартиры новой планировки, которые достаточно хорошо спрашиваются, да, их там не очень много и достаточно не очень много строится. Вот на такие квартиры цена не очень сильно упала, он, блин, на порядка 6%. Если же мы берем какие-то новые районы или окраины, к примеру, там Черемушки или там Покровский, там цена снизилась больше, спрос на такое жилье меньше и цена снизилась больше. А почему меньше спроса? Ну, чем больше, более развит район, где уже вся инфраструктура школы, детские сады, соседи и так далее, ну, конечно, население, все, например, в северном, все хотят жить, например, около планеты. Вот пример, да, там или на взлетке. Более дальний район, ну, меньше спрашивается. Или старое жилье. Вот в последнее время, последние годы снижается постоянная стоимость, вне зависимости от кризисных явлений, на Сталинке и на Хрущевке. То есть это уже просто тренд такой? Это просто тренд, да, то есть чем старше жилье, ну, где-нибудь там уже за 50-60 лет, то тенденция идет к тому, что постоянно-постоянно-постоянно идет снижение. Ну, это мы говорим про вторичное жилье, про вторичное жилье, а что на рынке первичного жилья? На рынке первичного жилья стоимость тоже снизилась, примерно в таких же процентах, если в среднем брать, около 15-17 процентов за год. То есть, в принципе, и там, и там, да? Да, там, и там. Спрос же везде примерно одинаков. А что было в прошедшем году со спросом? В начале года достаточно был большой спрос на первичное жилье. На первичное жилье, вот в декабре, конец позапрошлого года, декабрь, январь, февраль. Рынок же вторичного жилья практически находился в шоке. То есть первое, если брать, месяц, полугода, то есть он находился в шоке. Когда цена начала проседать, население к этому не было готово сразу. Ну, представьте, ваша квартира вчера, например, 25 декабря 2014 года стоила 3,5 миллиона. Начался январь, спрос резко упал, соответственно, цена снизилась, и ваша квартира уже стоит 3 миллиона. Население быстро так не готово менять цену. Кроме этого, резко возросла стоимость кредитов. Если вы помните, в начале прошлого года у нас стоимость ипотеки была, ставка ключевая рефинансирования была 17%. И, соответственно, были ипотечные кредиты, вот 19, по-моему, даже. Да и, по-моему, некоторые банки даже чуть не замораживали выдачу ипотечных кредитов, если я правильно помню. И сразу же возросла первоначальная стоимость первоначального взноса. И, соответственно, здесь практически произошло замирание. Количество сделок сократилось, ну, там, наверное, процентов чуть ли не на 70, не на 80, фактически. Уже весной постепенно началась оттепель. Что произошло? Снизилась ключевая ставка, снизилась стоимость кредитов, то есть стало возможно получать ипотечный кредит примерно по 14% годовых. И уже летом вторичный рынок постепенно-постепенно начал отживать. А вот на первичном рынке, если я правильно помню, там как раз господдержка. Появилась господдержка, и это дало достаточно хороший толчок, потому что стало возможно приобретать квартиры в новостройках практически по докризисному проценту, 12% годовых. И достаточно благополучно были продажи и весной, и летом, и осенью, будем говорить так, в среднем. Но рынок выровнялся как-то или нет? Или все равно падение было достаточно сильным? Падение все равно достаточно сильное. Вторичный рынок начал оживать летом, и это связано с тем, что накопили социальные проблемы. Кому-то необходимо было разъехаться, кому-то на брод съехаться, у кого-то наследство, какие-то получились там, не дай бог, ипотечные долги или еще что-то. Он ожил и стал работать. А на первичном рынке к концу года такая же ситуация, как была во время оттепеля, или наблюдаются изменения? Вы знаете, что произошло? Дело в том, что, безусловно, с ценой на рынке недвижимости определяется просто предложение. Так вот, если вторичный рынок готов проседать больше, и цена снижалась постепенно, то есть сначала был, помните, я говорил, сначала шок был, январь, февраль, март, там практически ничего не происходило. Потом постепенно цена стала снижаться, и появились первые сделки. То есть цена дошла до того, когда покупатель сказал, да, я готов уже по этой цене купить. То на первичном рынке есть себестоимость строительства. Строители не могут снизить цену ниже определенной цифры. Ну, стоимость, себестоимость строительства примерно 35 тысяч рублей за квадратный метр, то, соответственно, строители ниже 42-45 тысяч рублей за квадратный метр продавать просто невыгодно. И, соответственно, здесь цена стала останавливаться. И какая-то часть покупателей, в связи с тем, что стали выгоднее появляться предложения в вторичном рынке, перешло на вторичный рынок. То есть вот сейчас, если я правильно вас понимаю, наличие квартир большое. Огромное. Предложение к аромату. Намного больше, чем спрос. Опять-таки цена снизилась на 15% в среднем по рынку. Опять-таки ипотечные программы, насколько я понимаю, сейчас действуют. Да. Действуют, продолжают действовать те же проценты или нет? Да, продолжают действовать. Господдержку продлили по февраль месяц исключительно. И достаточно легко сегодня, если вы работаете, у вас нормальная справка 2НФЛ, достаточно легко получить ипотечный кредит. То есть банки сейчас идут на ипотечный кредит? Конечно, конечно. А вот количество отказов, оно увеличилось или нет? Если у вас нормальная кредитная история, нет. Количество отказов не увеличилось. Потому что я помню, что уже начиная с сентября 2014 года количество отказов постепенно повышалось. Условия ужесточались. Как раз непонятно было в конце года 2014 года, было вообще непонятно, что происходит с ипотекой. Вот в 2015 году какая-то маленькая, как вы сказали, оттепель, она началась. Но тем не менее, условия оставались очень жесткими. Достаточно. Сейчас они такие же жесткие или все-таки пошли послабления у банков? Безусловно, условия у банков стали жестче, чем были в 2014 году. Конечно, есть отказы по многим профессиям. То есть если вы, например, работали, предположим, в каком-то туристическом бизнесе, то возможно, да. То есть банк будет смотреть критически на ваше будущее. Если же вы стабильно работаете на предприятии, у которого в будущем, ну, предположим, давайте возьмем Ванкорнефть, да, к примеру. Там все у вас достаточно стабильно, вы получите кредит. Но еще раз повторюсь, количество отказов не увеличилось, если при условии о том, что у вас нормальная кредитная история и у вас нормальный пакет документов. Вот смотрите, вот мы пришли к тому, что вот многие составляющие, они в принципе позволяют сейчас купить квартиру. То есть сейчас, с точки зрения Вилтеров, я так понимаю, время очень выгодное. Очень выгодное. Оно очень благоприятно. Почему? Выбор огромен, цена снизилась, ипотеку получить достаточно легко возможно. Все социальные гарантии, которые брало на себя государство, выполняются. Такие, как налоговый вычет 13%, или материнский капитал, который продлили на 2 года. Сейчас была обычная фраза риелтора о том, что выгодно покупать квартиры именно сейчас. Ну, я бы говорил о другом. Но тем не менее, рынок так или иначе крупный с места не двигается. Он все равно так или иначе застыл в одном и том же положении. Почему? Здесь вот снизился, наверное, очень такой коэффициент, коэффициент веры в будущее. Каждая семья, когда рассматривает расширение, например, брать ипотечный кредит, они рассматривают, что будет со мной в будущее, с моей профессией, не произойдет ли увольнение. Вот этот, к несчастью, коэффициент в связи с тем, что экономическая ситуация в стране изменилась, вот этот коэффициент снизился. Просто такое отношение, подождем, что будет дальше. Ну, постепенно. Вы знаете, конечно, когда произошел такой удар, такой фестивальский кризис, доллар 30, теперь он 76, да, то есть там все достаточно изменилось. Конечно, все взяли такую выжидательную позицию. Но постепенно, постепенно тот, кто считает и тот, кто рассчитывает, они постепенно видят. И мы рассказываем, в том числе и риелторы, о том, что на самом деле сегодня выгодно. Выходите на рынок недвижимости, цена снизилась, доплата снизилась. Вы можете спокойно воспользоваться материнским капиталом или налоговым вычетом и совершенно спокойно расшириться на комнату больше. С 1 января еще изменились условия продаж квартир. Так, например, теперь с малолетними детьми просто квартиру не продаж, нужно это делать только через нотариуса. А это опять-таки лишние затраты, насколько я понимаю, временные в том числе, да? Документы дополнительные. Дополнительные документы. А в стем основы выражения на сколько примерно это увеличилось? Если брать опять же в среде, в действительности теперь с 1 января продажи квартир, в которых есть несовершеннолетние дети и требуется разрешение органов опеки и попечительства, проходит только через нотариуса. Услуги нотариусов, я беру среднюю квартиру, например, 2,5 миллиона, где-то около 10 тысяч рублей. Плюс-минус. Где-то будет чуть крупнее квартиры 12, чуть меньше 8 тысяч рублей. Возможно, понадобятся некоторые дополнительные справки, такие как кадастровые справки. Ну, я так понимаю, что и кадастровая стоимость у нас теперь выросла. Да, да. С этого года каждый год кадастровая стоимость пересчитывалась, но изменился налог. Мы, наверное, про это говорим, да? То есть, если раньше, например, вы не обязаны были платить налог, если вы были собственником больше трех лет, то теперь этот срок изменился до пяти лет. И если раньше кто-то хотел схитрить и мог в договоре купли-продажи поставить стоимость 1 миллион рублей, которая не облагается, схитрить, то теперь налог будет взиматься по кадастровой стоимости. А кадастровая стоимость, она практически приблизилась к коммерческой. То есть, вот эти объявления, когда там меньше трех лет собственник подразумевает то, что будьте готовы к занижению стоимости до миллиона рублей, которые не облагаются налогом, теперь вот таких не будет. Теперь, если у тебя квартира меньше пяти лет в собственности, если ты собираешься продать, ты в любом случае с суммой выше миллиона будешь платить налог. Ну или по той стоимости, по которой ты покупал. Если вы покупали квартиру за 2 600, а продали за 3 600, то вот с этого миллиона вы и будете платить. То есть, теперь уже вот этой лазейки? Лазейку эту государство закрыло. Здесь, вы знаете, Ян, больше всего, наверное, проблема для тех, кому подарили квартиру, потому что там 1 миллион, для тех, кто купил наследство или приватизировал, там везде 1 миллион рублей. Вот для этих граждан, если они вдруг сейчас, вот сейчас семья приватизировала квартиру и решила ее продать, там в действительности 13% со всех сумм, получающих 1 миллион. Дальше цена будет падать или расти? Все будет зависеть от того, как будет ситуация с банками. Потому что все-таки таким драйвером роста или спокойствия являются ипотечные кредиты, ипотека. Если ситуация банка, если ключевая ставка меняться не будет и также будут такие же проценты, то цена, скорее всего, в течение года будет плюс-минус меняться, там плюс-минус туда 3%, плюс-минус выше 3%. В зависимости от времени. Как правило, весна, осень наибольший спрос, активность населения весной, в мае, летом немножко падение, в январе падение, а эти месяцы спокойные. Если же вдруг ситуация будет такова, что ипотека опять дойдет, предположим, до 17-18%, опять упадет спрос, и цена пойдет вниз. Но опять же, вниз где? На вторичном рынке да, на первичном нет, потому что строители просто не будут готовы дальше снижать. Спасибо большое, что вы в мостях. Мы сегодня беседовали с директором риэлторского агентства Алексеем Лагутиным. Всего доброго, до встречи.